Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте. В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Тиховские поминовения. Казаки отдали дань памяти подвигу предков. Греко-римская борьба в древней Горгипии. Анапа присоединилась к международной акции «Ночь музеев». Со злободневными вопросами к главе Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Жительница Красного Кургана рассказала главе о проблеме с общественным транспортом. Маршрут 119-й продлили. Пустили из города через Нижнюю Гастагайку. Перевозчики думают о повышении доходности. А жителям хутора приходится терпеть неудобства и лишние полтора часа проводить дороги. Вот здесь мы вылезаем и идем пешком. Чтобы не ждать, как объехать. Конечно. Историю вопроса Сергей Сергеев узнал у главы Приморского сельского округа Василия Рогалева. С решением откладывать не стал. Поручил вернуть прежний график движения. Предприниматели должны находить баланс между прибылью и социальными обязательствами. И не за счет людей. Действиями предпринимателей возмущены и жители Большого Утреша. Александр Сайфулин, председатель ТОС-144, рассказал мэру, что колодец, обеспечивающий жителей поселка водой, находится на частной территории. Хозяин земли самоустранился от решения проблемы с водой. Ничего не делают с трубами, со своими. Мы поселковые за свой счет все сами делаем. Но мы ему качаем, он перестал платить до любое. То есть не платит за свет, который расходуется до перекачки. Не платит, значит, за работу водокачеков. В прошлом году еще доплачивал по пять тысяч. И в этом году в такое у него ужасное состояние все пришло, что сколько ни качай, как в прорубь. К колодец необходимо передать в муниципальную собственность, просит общественник. Глава Анапы пообещал изучить этот вопрос и не оставить так, как есть. Спасибо за то, что принесли информацию. Я думаю, что-то мы сделаем. Дай вам благодарю. Не сразу, мы же не фокусники, да? Ну да. Благоустроить дворовую территорию военкомата поручил глава Анапы соответствующим службам. А военкому настоятельно рекомендовал решить вопрос с очередями. Статус курортного города отражается на работе каждого учреждения. И об этом не стоит забывать. Во дворе городского военкомата кипит работа. Дворовая территория сейчас выглядит не лучшим образом. Не так мы должны встречать военнослужащих, прибывающих к нам на отдых. Я с военкомом провел беседу. Он мне пообещал, что очереди не будет. Помните, на улице стоят офицеры. Это заслуженные люди. Половина из них участвовали в боевых действиях. Они приехали отдыхать. И вот они сутки стоят на жаре. Еще и сейчас зайдут в это безобразие. Поэтому минимальное благоустройство. И чтобы офицер не должен стоять в очереди. На лавочке сидеть, ладно, в течение получаса, часу. Во дворе военкомата будет уложена современная прочная плитка. Разбиты цветники и клумбы. Установят удобные скамейки. Работаем в контакте с заказчиком. Мы военкоматом выполняем все требования. Соответствует с НИПом наша работа и с МЕТИ. Работы по благоустройству обещают закончить к концу мая. Тиховские поминовения. Традиция кубанского казачества. День, когда вспоминают предков, ценой своих жизней отстоявших родную землю. Анапские казаки вместе со своими земляками отдали дань уважения героям. Два века назад 4000 горцев переправились через Кубань, пытаясь захватить мирные земли. Полковник Лехвтиховский и 150 казаков противостояли захватчикам. Погибли все до единого, но отстояли родную землю. В Красноармейский район на Тиховские поминовения со всех станиц и хуторов съехались казаки и казачки. Воспитанники казачьих классов. Герои, что покоятся в этой земле, показали пример невероятного мужества, казачьего братства и преданности интересам Родины. На таких примерах нужно воспитывать будущее поколение. К братской могиле героев возложили венки и цветы. В память по погибшим казакам отслужили молебен и прошли стройными рядами те, кто стоит на страже Родины сегодня и готовится защищать ее завтра. Значимость мероприятия очень высокая, потому что больше 200 лет назад казаки Льва Тиховского закрыли собой прорыв неприятеля на территорию Кубани, на территорию России. Необходимо просто доносить до людей сейчас, доносить до детей, тем более в нынешней обстановке нашей политической, чтобы люди знали и могли на кого-то равняться и выполнять такие же задачи. После митинга казаки принимали присягу. Каждый курень предоставил свою небольшую программу. Кто на саблях упражнялся, кто народные песни исполнял. У меня муж казак. Сегодня такой день серьезный. Мы вспоминаем всех тех, кто упал здесь, защищал своих соотечественников, своих земляков. Маленькие казачата хорошо усвоили главные жизненные ценности. Надо быть очень смелым, очень любить свою Родину, быть патриотом. Я горжусь своей Родиной. Я горжусь, что я учусь в казачьем классе. Даже по прошествии более двух веков полк Льва Тиховского – символ мужества и преданности, нерушимой клятвы и самоотверженности. 16 мая 2015 года на 59-м году жизни после продолжительной болезни скончался почетный гражданин города-курорта Анапа, генеральный директор санатория Анапа, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Рогазиан Борис Николаевич. Опытный и инициативный организатор санаторно-курортного дела более 30 лет посвятил Анапе ответственному труду во имя людей и во славу любимого города. Анапчане знают Бориса Николаевича как опытного врача, требовательного и принципиального руководителя, отзывчивого и внимательного человека, благородного мецената. При личном участии и под руководством Бориса Николаевича было внедрено новое направление курортного лечения в Анапе и Краснодарском крае – реабилитация больных с последствиями травм и заболеваний спинного мозга. Под его руководством санаторий Анапа дважды являлся лауреатом курортного Олимпа в номинациях «За лучшее лечение инвалидов», «За лучшую организацию больного лечения». Многолетняя трудовая деятельность Бориса Николаевича Рогозяна отмечена высокими званиями – заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник курортов и туризма Кубани, знаком отличник санаторно-курортного комплекса профсоюзов России, орденом дружбы, медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. А признательность земляков за неценимый вклад в развитие курорта выразилась в присвоении ему звания «Почетный гражданин города-курорта Анапа». Прощаясь с подлинным патриотом нашего города, выражаем искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким покойного. Светлая память о Борисе Николаевиче будет всегда жить в сердцах благодарных анапчан. В Анапе прошла международная культурная акция «Ночь музеев». Двери для анапчан и гостей курорта распахнул археологический музей-заповедник Гаргипи, в котором каждый желающий мог прогуляться по окрестностям античного музея и ознакомиться с его экспонатами. Акция «Ночь музеев» открылась большой экскурсией «Улыбка Клио». Экскурсоводы провели лекции о бытии ремеслах жителей древней Гаргипи. В археологическом парке Гераклов-узел в течение всего вечера проходили интерактивные представления. 40 лет назад был открыт склеп Геракла. И к «Ночи музеев» мы открыли небольшую выставку, посвященную этой памятной для многих анапчан дате. Кроме того, в этом году исполняется 120 лет со дня открытия плиты, особенной плиты, которая называется «Агонистический каталог». Это плита с надписями имен победителей и датируется она третьим веком до нашей эры. Кто-то из посетителей Гаргипи посещал музей по традиции. Среди гостей было много и таких, для кого знакомство с древнейшей анапской историей происходило впервые. Мы про «Ночь музеев» знаем давно, потому что ее проводят повсеместно в России. Вообще, я первый раз на этой акции. Получилось так, что в Анапе. Здесь мы были уже несколько раз, и мне здесь очень нравится. Здесь всегда познавательно, и читаешь еще все больше, больше и больше. В этом году отдел краеведения впервые открыл площадку, посвященную Великой Отечественной войне. Участники «Ночи музеев» смогли посмотреть специальную экспозицию в честь 70-летия Победы, а ветеран Николай Бомко поделился воспоминаниями о военной жизни. Детская школа искусств номер 2 отметила 20-летний юбилей. За годы работы опытные педагоги воспитали и выпустили во взрослую жизнь сотни талантливых музыкантов, певцов, танцоров. На отчетном концерте собрались родители, выпускники и просто любители творчества. В числе гостей была и наша съемочная группа. 650 детей и подростков обучаются во второй детской школе искусств города-курорта. День рождения школы юные дарования исполнили свои лучшие номера, среди которых игра на музыкальных инструментах, эстрадное пение и, конечно же, хореографические постановки. Концерт отразил самые яркие и интересные события из жизни школы искусств. То, чему дети научились за годы обучения. Овациями зрителей были вознаграждены выступления образцового ансамбля казачьей песни «Соловейка», руководит которым заслуженный работник культуры Кубани Ирина Эдуардовна Базель. Свои яркие краски, грацию, красоту и изящество танца внесли в творческое действие хореографические коллективы школы, ансамбли конфетти, молодость и мозаика. Среди участников концерта были совсем юные артисты. Это ребята, которые обучаются в группе раннего эстетического развития. Все 20 лет школу искусств возглавляет заслуженный работник Кубани Галина Викторовна Кириллова. Рядом с ней команда высококвалифицированных педагогов, труд которых отмечен наградами Министерства культуры края, грамотами главы муниципального образования город-курорт Анапа, медалями за выдающийся вклад в развитие города. Хорошо взлетать, когда рядом с тобой уверенные в себе коллеги, профессионалы. Поэтому успехов мы достигли, конечно, очень больших. Наши коллективы знакомы не только в Анапе, Краснодарском крае, России, но они объездили у нас пол Европы. Мы ими гордимся. В нашей копилке огромное количество гран-при, дипломов лауреатов первой степени, второй степени. В общем, есть чем гордиться. Впереди у детской школы искусств номер два еще много лет долгой плодотворной работы. Ни одно поколение юных талантов подарит она стране, ведь именно здесь открывают дорогу в будущее. В Анапе впервые состоялся фестиваль греко-римской борьбы Гермеи, посвященный 70-летию Великой Победы и историческому открытию первых Олимпийских игр в Древней Горгипии. В течение двух дней на гладиаторской арене шли поединки. В год 70-летия Победы спортивный фестиваль, конечно же, посвятили знаменательной дате. Участники состязания, гости города воинской славы, почтили память спавших в Великой Отечественной войне, возложили цветы к вечному огню в сквере боевой славы. На открытии соревнований заместитель председателя Олимпийского комитета Юга России Александр Банников вручил заместителю главы Анапы Сергею Козлову факел, который в будущем станет официальным символом фестиваля Гермеи. В спортивном фестивале приняли участие пять команд. Борцы из Крыма, Абхазии, Новороссийска, Ростова и Анапы. Соревнования проводятся стенка на стенку. Это очень интересные соревнования, командные соревнования. В каждой команде команда выставляет 11 участников, начиная с 42 килограмм и до 120 килограмм весовой категории. Анапчанин Илья Пугачев уже пять лет занимается греко-римской борьбой. В первой схватке со спортсменами из Абхазии Илья одержал победу. Для меня это почти вся жизнь. Она мне дала здоровье, потому что раньше был я не очень здоров. Когда начал заниматься спортом, стало гораздо лучше. Но без борьбы я уже не могу. Это стиль жизни. Золото по итогам соревнований взяли борцы из Ростова-на-Дону. Серебро у спортсменов из Анапы третьим дебютировал Крым. В планах организаторов провести следующий фестиваль Гермея в сентябре 2016 года и пригласить на него зарубежные команды. На стадионе «Спартак» состоялся очередной матч высшей лиги чемпионата Краснодарского края по футболу. На поле встретились городской футбольный клуб Анапы и команда «Понтас» из Силовитезева. Игра команд из лидирующей тройки оказалась очень зрелищной. На 39-й минуте матча первый гол ворота соперников забил игрок Анапы Виталий Кириченко. Через минуту футболист сделал дубль. 2-0 после первого тайма. Игроки Анапы уверенно реализовали ошибки «Понтаса» и довели матч до победы. В середине второго тайма третий гол в ворота Виталий Кириченко витязевцев забил Александр Зароченцев. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу Анапы. После пятого тура наш городской футбольный клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата Краснодарского края. Следующая домашняя игра 23 мая. Футболист Анапы встретится на поле с командой «Прогресс» из Тимашевска. Завершает выпуск прогноз погоды. Май перевалил за середину и уже все больше ощущается приближение лета. Установилась стабильно теплая и солнечная погода. И мне приятно говорить, что вторник ожидается без осадков. Воздух в дневное время прогреется до 19 градусов со знаком «плюс». Постепенно прогревается и морская вода уже до плюс 15 градусов. Спонсор прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы. Самоцветы – идеальная возможность всегда быть модной и стильной. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы – клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова